мы едем в самару за бабушкой и за бабушкой ноутбук за наташей за бабушкой они у нас приезжает сад на свои путешествия приземлились в адлере и автостоком Самары заодно хотели пробежаться по Меги как обычно по самаре по пробкам вот и заедем также в магазин ситилин постоим там Постоим, подумаем и уйдем. Может быть, что-то и купим. Сейчас на заправке стоял, доходит мужик в черной майке. И сзади у него на спине по-английски Кузьмин. И единичка такая. Вот бы тебе такую майку, да? Там Кузь, дочка такая и Мин. То есть мягкий знак. Точка, и все как правильно, как положено. Еще такие буквы у нас у спины. Кузьмин один. А я хочу, когда я нормально буду плавать. Так, Кузь, я первый взрослый. Вот я хочу шапочку, я миную заказать. Кузьмина и Россия. И Кузьмина и... Старайся, стремись. Давай, открывай. Ноутбук за 50 тысяч рублей в Ситилинке. Проверка. Ух ты, какой. Может, вот так вот сюда положить. Открываем, а там картонка такая приклеена. Успокойся. Написано. Фак ю. Аккуратней. Матовый? Матовый. Какая клава. Тихо, тихо. Что, не получается? Ну, что, в ноль разряжено вообще. Вот смотри, Intel Core i7. 3,5 мегагерц. 8 гигабайт. Фридок. Ну да, он так, 1 терабайт. Ну, это он, Саша. Вот это, посмотри, проверь. Параметры помнишься? Ну все, можете меня поздравить. Едем теперь от торгового центра империи в сторону ЖД вокзала. Лоу, кек, чевуре, кек, лоу, обиду. Как будто. Можете меня поздравить? Я выиграл миллион. С покупочкой. Приобрела себе новый ноутбук. Пока, конечно, неизвестно, он вообще, как будет работать, не будет работать. Потому что он пустой. Его надо в нем ставить. Да все нормально. Я это Саша сейчас сделаю. Он быстрее, то есть? У них по приемам все сделаем. Впечатления у покупки в Сетилинке? Быстро, удобно. Но все надо самому спрашивать у этих продавцов. Что, зачем, куда и как. Всю информацию, можно сказать, клещнями вытягиваешь из них. А если даже и что-то спрашиваешь, они с неохотой отвечают. Ну, возможно, из-за того, что сегодня суббота. Время уже полшестного вечера. Всем охотно петли домой. Ну, учитывая, что магазин работает, по-моему, у него до 21.00, так что 18.00 это еще не конец рабочего дня. То есть, более доброжелательным, мне кажется, нужно быть продавцам. В любом магазине, независимо там, какой он. В этом, кстати, большой минус. Честно, у нас вот такое было первое впечатление. Что на кассе девушка сидела с таким видом, как будто мы ей чем-то должны были. Чем-то, что-то. Ну, или что-то. Чем-то должны были долбануть. Обалдеть. И так же, то же самое, продавцы, молодые люди были, которые, ну, я не знаю, продавцы или не продавцы, кто-нибудь, такие консультанты, непонятно. Ну, короче говоря, это самая моя быстрая покупка из всех покупок, которая была... Дорогих товаров. Ну, дорогих товаров, да. То есть, товар отложил. Балтинок раздорога. Да, пришел, оплатил и забрал. Все. Тебе никаких там кучу информации на Виоле не бывает там со стороны продавцов. Покажи стикеры. Алина, ты вот вообще не в тем своем стикере, ну, честно. Мы рассказываем о Титилинке, нет, она с вами стикером влезла. Алине подарили стикеры. Не подарили, а бонусы. За то, что сделали покупку в Киаби на 2,5 тысячи рублей. Вот такие вот стикеры. В честь того, что сделали покупку на 2,5 тысячи рублей. На 5 тысяч было бы два таких, да, Линн-стикеры? Нет, на 5 тысяч на 5 тысяч. Это не стикеры, это обычные наклейки, короче говоря. Ничего такого особенно. Это стикеры. Это стикеры. Там был вариант, либо берешь одну, Маленькую нашивку на одежду, Либо вот эти вот наклеечки. Алина попробовала наклейки. Наши, потому что у меня уже есть. Московское шоссе, вначале вообще все перерыто. Сейчас строятся развязки, да, Аня, как они называются? Ну, да. Дорога новая, развязки, все перерыто. Приходится все в объезд ехать. Главное бы еще были указатели, куда ехать в объезд. Да, ЖД-вокзал на право и пошло там ЖД-ЖД. А то приходится в слепую, в слепую просто добирать. Покажи-ка. Вау, крутая футболка. Алина давно мечтала о футболке с Ждастином Бибером. Ее мечта сбылась. Да еще, причем, приобрелась с такой хорошей, приличной скидкой. Я, кстати, себе вот такие вот кетики купила в Эчиндеме белого цвета. Так, всего за 250 рублей. Подъезжаем к вокзалу. Такой красивый вокзал. В Самаре. Встречаем? Да, что встречаем? Я так не сниматься, я не могу. Вот 13-й вагон. Выходите. Вот вы встретили бабушку, дедушку. Про бабушку, про дедушку. Грубие. Ой, наконец-то он. Дожди вместе с бабушкой. Доехали. Еще не совсем дома. Папа там, не знаю, как соскучился, наверное. Такое издевательство. Пришел целый поезд и всех в один тоннель. Ты представляешь, сколько человек? В одном поезде 100 человек. 10 вагонов, блядь. Тысяча человек в один тоннель всех. Я вообще удивляюсь, блядь. А лифты закрыты вон. Да нет ничего другого, выхода нет. Понимаешь? У вас там проводник молодой паренек, что ли, был? В конце только узнали. Они два брата-близнеца. Один без формы просто. Вот слушай, да, я расскажу. Мы посели не сдали, они у нас лежали. Он подошел к нам, посели, говорит, у вас вы не сдавали. Я говорю, нет-нет, вот они здесь. Обязательно надо. Говорю, а давайте я сам заберу, говорит. И забрал, и ушло в посели. В одну сторону. В самбуру, в другую сторону уже. С самбура выходит еще такой же. Наташа, что это было? Он же забрал бассейн в нашей. Два брата-близнеца, эти, проводники. А потом я в конце спросила. Говорю, вы что-то приемы ходить? Да. Я говорю, ну такой интересный момент, я ему рассказала. Мне так жалко. Это вот один, который проводник формит. У них он полы там, а он чуть-чуть упает. Ну, в первом, он вообще не женская работа. Ну, как? Мы проспели, подоедем, али. Че-че-че? Хотел помогать. Ну, в принципе, нормально, а я, конечно, тебе идти по-другому. Такой красивый закат. Такой редкий, когда ты поймаешь меня. Правда. Давай, это не будет. На видео не очень это видно заметно. Всем большой привет. Вставляю вот этот кусочек, отрывок, вовлок, который был вчера. Ездили мы в Самару. И убили трех зайцев. Были в Меге, были в Ситилинке. И забрали свекровь, мою свекровь, с племянницы, с вокзала. То есть они приехали с юга, вот, и поезд был до Самары. То есть мы их забирали с Самары. Вот. А в Меге в основном купили все для Алины. Школу, форму, блузки и так далее. Ой, это кто это тут лает? Наполеон? Так, вот смотрите. Купили вот такую футболочку в Эчин Дэме. Уж больно насильно Алина захотела. С Джастин Бибером. По хорошей скидке за 250 рублей. Отличного качества. Пропок такой приятный, мягенький. Стоила она раньше 800 рублей и за 250. Скидка очень хорошая. Купили вот такую корточку. Джемпер. Киаби. Бренд Киаби, кстати, очень красивый. Мне нравится. Там качественные вещи делают для всей семьи. Мужская, женская одежда. Детская. Такая вот кофточка. 100% хлопка. Стоит всего 350 рублей. Так что я вам советую заглянуть туда, у кого есть детки. Если хотите что-то приобрести недорогое, но качественное. Вот в этот магазин. Пили вот такие вот брючки. Черного цвета. Тоже в этом же магазине Киаби. Думя кармашками. Сзади вот такие вот классические прорезные карманы. Классические черного цвета брюки. То есть, со стрелками. Качество тоже супер. Состав 70% вискозы и 30% полиэстер. Вискоза очень приятная для тела. Поэтому для детей. Мне кажется, это хороший состав. Купили еще вот такую блузку ей. Такая с рюшами. Всего за 400 рублей. Сейчас, кстати, блузки на учебный год стоят порядка 1000 рублей и выше. Минимум я видела 600 рублей в ленте. Качество вообще несравнимо вот с этой блузкой. Очень приятный материал. 50% хлопок и 45% полиэстер. Ну, хлопка больше, поэтому блузка приятная на ощупь и к телу. И мне очень понравилось, как она сзади пошита. То есть, она не просто обычная рубашка. А вот сзади еще есть такая вот строчка. И немножечко вот эту складочку сделана. Красивая. То есть, не просто как бы такая вот рубашка, как под мальчика, а именно для девочки. Сарафан темно-синего цвета. Здесь впереди бантик. Чуть ниже колено получается длина. И сзади, в принципе, так же выглядит складочку. Юбочка выполнена. Сарафан стоит тоже 800 рублей. Это вообще это очень-очень дешево, так как сейчас сарафаны от 1000 и больше 1000. Я видела магазины. Вот 63% вискоз, 37% полиэстер. Вообще, как бы, ткань такая, она не должна мяться. Что очень немаловажно. Приобрели еще вот такую водолазочку. Так же в этом же магазине Киаби. Тут прямо видно, что это 100% хлопок. И стоит она всего 250 рублей. Там были белого, розового, синего, и, по-моему, не бежевый, он какой-то коричневый цвет. Но это, в основном, цвета-таки для мальчиков. Балетки. Это взяли на вырост олене. Они немножко и большеваты. 36 размера. В H&M всего за 250 рублей. Вот, я думаю, почему бы и нет, пусть будут. К весне, как бы, ножка подрастет, и они ебут как раз. А на плен все лежит. Лежит и лежит. А на плен все отдыхает. Редактор субтитров А.Семкин